Остановившись в пустыне, Об этом песком шурша, Когда от тебя останется тоже одна душа. Эти строки из назидания Бродского я прочел уже после этой истории. Дело было в конце сентября 1990 года в Туркмении. Я с двумя спутниками-биологами выезжаю ловить рептилий из Ашхабада на север в направлении затерянного в Каракумах поселения Бахардог. Раз в день туда-обратно ходит автобус. Мы просим водителя высадить нас на участке с мозаикой из полузакрепленных и незакрепленных песков где-то на четырех-пятых пути к Бахардогу. Первым делом я выбираю для нас место для лагеря. Вообще лагерь надо размещать так, чтобы его было легко найти, но чтобы он не был заметен для посторонних. Невидимость лагеря я стал ценить после того, как в той же Туркмении в местечке под названием Карадамак буквально черная задница за мной и за моим напарником полночи бегали люди, которые ночевали на городской свалке. Зачем, я не узнал, так как они нас не поймали. А для самих себя важны хорошие ориентиры при возвращении в лагерь. В пустыне заблудиться проще простого. К счастью, ночью в сухом пустынном воздухе всегда видны звезды и спасительная полярная тоже. Вот и технология. Ловить змей мы будем слева оттянущегося с юга на север шоссе. Потом пойдем на восток и неминуемо выйдем на асфальт. На дороге километровые столбики. Между 81 и 82 километром с запада возвышается бархан, у которого на вершине впадина бархан с дороги на фоне неба виден всегда, а горящий в углублении костер не будет заметен с дороги или с другой стороны. В первый момент эта впадина показалась мне какой-то неприятной, но логически. И рассуждения перевесили. Мы разбили лагерь, положили кусок брезента и оставили вещи там. Это стало ошибкой. Половили змей, ящериц без особого успеха. Вернулись, поели, легли спать. Над головой удивительно красивое небо. И как ни странно звенят какие-то комары. И вот тут-то началось. Первыми проявились физиологические симптомы. Жажда непреодолимая напала. Присосался я к канистре, прю из нее, пью. Не могу остановиться, хотя запас воды на завтра для троих небольшой. Еле оторвался. Снова попытался лечь. Когда смотрю прямо, ничего не вижу особо. А на краю зрения мерещатся худые изможденные тени. Ушами ничего не слышала. В голове голоса. Пошли с нами. Пожалуйста, иди сюда. Почему ты не идешь? Ты же сам нас позвала скорее. Бегом к нам, к нам. Изо всех сил я пытаюсь вернуться в норму. Но не могу. Спутники мои не видят и не слышат ничего особого. Но все жалуются на странное самочувствие и непонятный страх. Я говорю, что у меня появилось сильное желание побежать в пески в сторону от дороги на запад. А они мне говорят, что никуда меня не пустят. Да я и сам понимаю, что делать этого не нужно. Заставляю себя лечь, закрыв глаза. И чувствую, что надо мной вроде кто-то наклонился и трогает за плечо. Я отскакиваю никого. В общем, ночь была на редкость неприятной. Утром, когда все кончилось, я увидел, что даже по характеру земной поверхности место нашего ночлега отличалось от крестных участков. К примеру, на нем не было следов активности грызунов и ящериц, которых было множество повсюду. Что же это было? Я классифицировал для себя это как временное помрачнение сознания. Вероятно, вызванное какой-то локальной физической аномалией. Остановившись в пустыне, складываясь ко мне, стрелу, чтобы внезапно проснувшись, тотчас узнать по ней, в каком направлении двигаться демоны по ночам. В пустыне терзают путника. В немлющие их реча может легко заблудиться. Шаг в стороны кроты. Призраки, духи и демоны. Дома в пустыне ты. Сам убедишься в этом. Искон, шурша. Когда от тебя останется тоже одна душа. Искон, шурша. Искон, шурша. Субтитры создавал DimaTorzok